От избирательного штаба Павла Грудинина Итак, здравствуйте. Начнем с главного. Как там на избирательном поле? Созревает урожай? По мнению социологов, изучающих чужое мнение, все замечательно. Рейтинг Путина уверенно растет. Грудинина и остальных претидетов уверенно застрел на месте. Если вы будете пользоваться цифрами в ЦИОМ, то вам надо собраться и уйти отсюда. Потому что не верьте тому, что пишут советские газеты. Помните, да? Безусловно. И не читайте. Но тем не менее, эти цифры... И тем не менее, рост имущества. Даже по наблюдениям. Слышите, еще раз. Вы даже представить себе не можете, насколько эти наблюдения не совпадают с тем, что я, например, вижу. Когда полторы тысячи человек приходят в Уфе, например, или в Новосибирске, и все они по записям в ЦИОМ поддерживают Путина, но я этого не вижу. Потому что аплодируют они программе КПРФ. И вы посмотрите, что делается там, где не контролируют власть, то есть в интернете. И поймите, что на самом деле не все так благостно, как вам рассказывает в ЦИОМ. Изначально проценты общественной любви к кандидатам взялись вычислять сразу три организации. В ЦИОМ, ФОМ и Левада-Центр. На сегодняшний день россияне могут ознакомиться только с теми данными социальных опросов, которые им представили ЦИОМ и ФОМ. Рейтинги социологов практически не расходятся в данных и свидетельствуют о лидере нынешнего президента. Однако в ЦИОМ сообщил о том, что Владимир Путин потерял 3,3% поддержки избирателей. Рейтинг в ЦИОМ кандидатов в президенты на 2018 год выглядит следующим образом. Цифры ФОМ выведены почти под кальку, поэтому приводить их не будем. Но любопытные граждане, развращенные интернетом, ищут и находят другие цифры. На интернет-опросах рейтинг основных претендентов на должность президента выглядит иначе. Кандидат в президенты от Объединенных левых и правых патриотических сил КПРФ, ПДС, НПСР Павел Грудинин демонстрирует рейтинг порядка 80%. В интернет-опросе свыше 8000 человек на vk.com. Там же реальный рейтинг Путина составил около 15%. Было опрошено более 8800 человек. А в онлайн-опросе среди 8 кандидатов в президенты России реальный рейтинг Путина составил всего 8%. Поразительные результаты? Да. Но вот что интересно. Перепроверить интернет-опросы может кто угодно, тем более любое СМИ. График опроса ровный, опрос поименный. Любой может удостовериться, кто как голосовал. А ведь в ЦИОМ, ФОМ и Левада годами убаюкивают нас непроверяемыми сообщениями о заоблачном рейтинге Путина в 86% при опросе 1600 человек. Хотя даже на сайте кремлевских статистиков нет открытых опросов для перепроверки результатов. Просто надо слепо верить. Ну как в Христа Будду или Магомеда. ЦИОМ был основан в декабре 1987 года при Министерстве Турда СССР и ВЦСПС. В 1998 году центр был перерегистрирован как государственное унитарное предприятие. В 2003 году ЦИОМ было преобразовано в ОАО со 100% государственным капиталом. С 2003 года ОАО, Всероссийский центр изучения общественного мнения, то есть в ЦИОМ, возглавил Валерий Федоров. Чиновники от социологии готовы интерпретировать цифры так, как того требуют кураторы из администрации президента, что в преддверии президентских выборов приобретает особую ценность. Это не наше мнение. Об особенностях социологического бизнеса в ЦИОМ подробно рассказывалось в расследовании изданий «Новое время» – «Нью Таймс». Как стало известно на «Нью Таймс», до 2008 года со стороны администрации в ЦИОМ курировал подчиненный Суркову замначальника управления внутренней политики АП Алексей Чесноков. Директор в ЦИОМ Валерий Федоров лично согласовывал с Чесноковым все вопросы анкет для еженедельных всероссийских экспресс-опросов общественного мнения. Каждую пятницу в администрации президента заранее утверждали и пресс-выпуски в ЦИОМ – это аналитические отчеты по результатам опросов, как правило, по социально-политической тематике, которые готовились к выходу на следующей неделе. Среди прочего, администрация настаивала на использовании наводящих или формирующих вопросов, которые предопределяют ответ респондента. Среди серьезных социологов такой подход к исследованиям считается в лучшем случае непрофессиональным, в худшем – сознательной манипуляцией общественным мнением. Знакомство с исследованием нового времени – увлекательное чтение. Советуем многим, кому не безразлично состояние собственного мировоззрения и желание понять, что, а может быть, и за какие деньги его формируют. Но нам важнее расшифровать сегодня главную интригу избирательной кампании. Понятно, не все целиком, а хотя бы истоки дезинформационных потоков, которые льются на электрод под видом серьезных, чуть ли не научных исследований. Доктор политических наук Сергей Абухов опубликовал в своем телеграм-канале «Абухов.Про» анализ данных очередного опроса про президентского фонда «Общественное мнение», а также высказал оценки хода президентской кампании. Итак, по мнению фонда, 31% россиян слышали про существование кандидатов в президенты Грудинина. При этом 18% допускают возможность за него проголосовать. Ничего не знают про Грудинина. 69% россиян – это по мнению фонда. При этом 68% исключают возможность за него голосовать. Задачка для первого класса. Если о существовании Грудинина будет знать не 31% россиян, а хотя бы 68-70%, сколько могут заявить о потенциальной готовности за него проголосовать? Что-то, мне кажется, что не меньше третий граждан. Понятно, что простая экстраполяция цифр – это примитивный прогноз. Тем не менее, вот другие цифры из запроса ФОМ. Из 31% знающих о Грудинине позитивные мнения о нем высказали 15%, а отрицательные – 3%. Весь антигрудининский, простите за выражение, понос, что льется с экранов ТВ, социальных сетей, пока дал мизерный результат. Можно не ходить к гадалке, чтобы предсказать. Главной задачей провластной пропаганды станет вдувание негатива в уши как раз тех самых двух третий граждан, пока еще ничего не знающих о Грудинине. Ну а пока для деморализации структур и актива, поддерживающих Грудинина, нашисты и прочие в соцсетях запустили очередной, так сказать, инсайт. В кулуарах правительства России ходит разговор о снятии Грудинина с выборов. Как говорится, ой, напугали. Ну-ну, снимайте. Посмотрим тогда на всю вашу легитимность. До встречи.